«Алмазов и якутских невидимые грани» презентовали в Айхале. Это не просто книга про историю алмазодобывающей промышленности и легендарных геологов, а уникальный сборник материалов о том, как промпредприятия алмазной компании сотрудничали с улусными администрациями. По сути, сборник ценной информации об организации работы, профессиональном обучении и трудоустройстве молодежи. Книгу написала Агния Игнатьева, ветеран Федеральной госслужбы. В 90-е она работала директором Центра занятости населения Верхневилюйского Улуса, поэтому смогла собрать необходимые материалы. Юбилейное издание приурочили к 30-летию организации первой вахтовой бригады из Верхневилюйского района Валроса. Компания и сейчас продолжает эту работу. Трудоустраивает население к себе. В производственных подразделениях трудится второе поколение алмазодобытчиков – дети первых сельских вахтовиков. Сейчас все мероприятия проходят в рамках проекта «Местные кадры в промышленность». Только за первый квартал 2022 года работу в компании «Алроса» получили около 800 человек, а за четыре последних года – около 9 тысяч.